Всем привет! С вами Юлия Кондратенок, а значит вы на канале Процветок. И сегодня мы с вами вместе делаем нашу клубнику слаще. Конечно, сделать исходно кислый сорт сладким невозможно. Это не позволит генетика. Но повысить сладость обычных наших сортов можно при помощи нескольких важных агроприемов. И самый главный из них, самый первый, это, конечно, подкормки. Дело в том, что на накопление сахаров в ягодах влияет такой важный макроэлемент, как калий. Если его в рационе клубники достаточно, значит и накопление сахаров будет идти интенсивно. И ягода приобретет не только более приятный сладкий вкус, но и более яркую насыщенную окраску. Поэтому сейчас, когда наша клубника активно цветет, завязывается и созревает, то есть расходует очень много питательных веществ, мы делаем выбор в пользу удобрений с повышенным содержанием калия. Либо проводим дополнительные подкормки калийными удобрениями. Что это может быть? Это может быть как традиционная печная древесная зола, которая является источником самого доступного, самого экологически чистого калия, так и такие удобрения, как сульфат калия, либо гумат калия, либо калийные хелатные удобрения. Для каждой формы удобрений, о которых я сейчас вам говорила, есть свой способ внесения. Допустим, печную золу лучше всего вносить либо россыпью, либо в виде настоя. Для удобрений, допустим, сульфата калия лучше в виде раствора и поливом. А для водорастворимых, комплексных хелатных удобрений оптимально внесение по листу. Благодаря такому способу калий, и не только он, но и другие макро- и микроэлементы, быстро попадает именно туда, куда нужно, и сразу включается в обмен веществ. Способствуя накоплению сахаров и усилению окраски наших ягод. Но помимо этого важного приема, нужно также запомнить еще несколько более мелких, но не менее значимых. Во-первых, это сорняки. Они отбирают не только много питания и воды, они затеняют наши ягоды. А недостаток солнечного света тоже отрицательно сказывается на сахаристости. Поэтому перед созреванием и завязыванием наших ягод обязательно удаляем все сорные растения, осветляем наши кусты. Благодаря этому они получат нужный им солнечный свет и питание, которое сорняки могут забрать на себя. Второй важный момент. Вся земляника садовая, она же клубника, очень любит давать усы. На их рост и формирование растения расходуют очень много сил. И лучше бы оно их направило на созревание ягод. Поэтому не забываем регулярно удалять усы, которые формируются на наших кустах. Не даем им сформировать дочерние розетки. Удаляем их, пока они совсем маленькие. Благодаря этому растение все свои силы будет направлять только ягодкам, только на их созревание, только на то, чтобы они стали слаще. И, конечно, это мульчирование и полив. Сейчас стоит очень сухая, прямо скажем, засушливая погода. Из-за этого ягоды не добирают массу. Растения входят в состояние стресса, а стресс повышает кислотность. Поэтому не забываем регулярно, обильно, но не чрезмерно поливать наши кусты земляники. Не забываем, если вы еще не сделали, замульчировать наши посадки. Это не только сбережет влагу в почве, но и убережет наши ягоды от опасной серой гнили, которая, поверьте, распространяется даже в сухую погоду. Если мы будем соблюдать вот эти простые правила, а именно подкормки калием, перец созревания, полив, удаление усов и прополки, поверьте, даже самый кислый сорт приобретет приятную сладость. А уж если вы посадили изначально сладкие сорта, они просто станут медовыми. Смотрите наши ролики, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, ставьте лайки, выдвигайте предложения и до новых встреч, а мы постараемся ответить на ваши предложения.